Школьный двор. Под таким названием в Иванове прошли состязания по спортивному ориентированию. На территории 4-й школы оживленно. Команда приходит по очереди, чтобы попробовать свои силы в необычных соревнованиях. Главная задача не выбрать лучших, а показать ребятам, как действовать. Школьники у нас молодцы, они быстро схватывают, у них получается, мозг бодрый, физическая форма хорошая. На дистанции, конечно, возникают сложности, потому что спортивное ориентирование называется еще шахматами на бегу. То есть надо не только быстро бежать, надо еще уметь быстро думать. А с этим уже сложнее. Мы пытались ребят этому научить. Вместо леса большой школьный двор. Перед началом соревнования ребятам выдают карты и поясняют условные знаки. Цель – найти контрольный пункт. Но бумаги – это простой кружочек, а в реальности небольшая оранжевая отметка с дыроколом. Обозначил на листе зарубку и вперед, к следующему. Нужно следить за картой, где ты бежишь. Есть правила большого пальца. Где ты, там и твой палец. Бегаем мы на время. Сначала тренировочные, потом соревнования. Логика здесь тоже важна. По карте нужно за считанные секунды выстроить свой маршрут. И чем экономичнее и легче он будет, тем лучше результат. Только вот найти коварные оранжевые отметки. Не так-то просто. Некоторые стоят прямо на виду, а некоторые там спрятаны. Самое сложное – это когда прячут очень хорошо знаки. И самое интересное – это когда их находишь. Не мог вот найти, а тут как раз нашел. Радостно, интересно. В субботу ребята смогут проверить свои силы на обширной территории. В парке 1905 года состоятся всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2017». Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.